Пока российские войска поглубже вкапываются в землю, ожидая украинского контрнаступления, в столице трещащей по швам империи идут свои битвы. На просторах России тоже продолжаются свои битвы за семьи и за веру. Православные активисты вышли на протесты против строительства мечети на 60 тысяч мест. У Святого озера в Косино-Ухтомском районе Москвы. Мы живем с вами на святой православной земле. После Кульковской битвы войска Дмитрия Донского, одарев войска Мамая, разбив второмонгольское иго, возвращались сюда, на святую землю, чтобы стреляться от недугов. Наиболее активно против мечети выступила организация «Двуглавый орел» православного олигарха Константина Малафеева. Здесь очень важно, чтобы русские осознали свою ответственность за наше многонациональное государство. Принадлежащий ему телеканал «Царьград» также активно раскручивал этот конфликт, на который вскоре отреагировали и кадыровцы. Если мы против воли Всевышнему пошли, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы, с кем воевать. Все развивалось как по нотам. Наших обижают, наших бьют. И наших защищает наш православный олигарх. Российские православные должны знать, кого поддерживать и за кого голосовать. Идея российской бога избранности засела глубоко в головах у россиян, посещающих церковь. По большому счету, им не важно, что богатейшая нефтяная держава погрязла в нищете и коррупции. А президент и его друзья понастроили себе дворцов за государственные деньги. В настоящем все не окей. Но когда же Россия жила настоящим? Вот православный олигарх вместе с главой МИДа России Сергеем Лавровым открывает памятник Александру Невскому. Александр Невский был не только храбрым воином, но и искусным дипломатом. А вот Малафеев презентует книгу собственного сочинения «Империя». Здесь тоже отсылка к российской истории. Книга «Империя» о настоящем, прошлом и будущем нашей с вами страны. Страны, которая является наследником как древних империй, так и единственной настоящей империи будущего. О том, как Малафеев умеет предсказывать будущее и вообще, насколько реален мир, в котором он живет, можно судить по его многочисленным интервью на его же собственном телеканале. Вооруженные силы Украины массово сдаются, складывают оружие, а пограничная стража Украины пропустила наши войска, практически не оказав сопротивления. Свой капитал православный олигарх сколотил, как и все олигархи постсоветского пространства, оказавшись в нужное время в нужном месте. Когда в 2008 году министр связи России Игорь Щеголев задумал приватизировать компанию «Связь Инвест» крупнейшего акционера, оператора дальней связи «Ростелеком». Но вопрос в том, что не будучи профильным министром, то есть не имея даже профильного образования, он был вынужден, естественно, обзавестись какими-то креативными и более-менее сведущими в этой сфере товарищами. И вот такими товарищами как раз стал Малафеев Константин. Проватизировав одну из самых больших компаний связи в мире, Малафеев заработал по-настоящему серьезные деньги. Как и все, кто за копейки присвоил кусок государственной собственности. Дело в том, что вот этот процесс под названием слияние и поглощение «Ростелеком» и «Связь Инвест», вот эта финализация всего этого большого куша привела как раз к образованию громадных денег. А дальше все было просто. Денюшки, которые ранее текли в государственную казну, потому что всероссийскую компанию создало российское государство, то есть все россияне, потекли в карманы госчиновников и их друзей. Высвобождавшиеся таким образом громадные деньги, они стали складывать в фонд, название которого придумал, скорее всего, Малафеевство креативностью под названием «Маршал». В общем, в этот фонд «Маршал» они заводили все деньги, которые так или иначе им перепадали из «Ростелекома». Сам Малафеев стал счастливым обладателем 10-процентного пакета акций. Стоимость этих 10% тогда оценивалась в миллиард долларов. Сейчас его телеканал «Царьград» кроме раскручивания православной и националистической темы круглые сутки рассказывает россиянам о, вы не поверите, продажности и бездарности российских чиновников. Посмотрите, с какими заголовками выходит главное шоу на его канале. Вы спросите, зачем этот оборотистый мужчина, сумевший отпилить миллиард от российской госсобственности и не сесть в тюрьму? Сыпет сейчас такими лозунгами. Очевидно, православный приватизатор видит, как быстро деградирует действующая российская власть. Старенький и нерешительный Путин скоро канет в небытие. И тогда со словами «Мы же вам говорили» в Кремль ворвутся сторонники жесткой руки и войны с Западом до победного конца. Обо всем этом Малафеев уже давно вещает с экранов своего «Царьграда». Он ждет, когда народ захочет православного царя. А чем 49-летний Константин Малафеев не царь? Борода есть. Против мечети выступил. Фамилия, правда, не Романов. Но фамилию можно сменить. Фамилия, правда. Субтитры создавал DimaTorzok